всем привет дорогие друзья у нас сегодня будет гайд на фантом лансера с этапом комментарии на ваших экранах сейчас мы вам расскажем как играть на этом герой как правильно себя вести но в общем то все только обычно поехали по примеру будет игрок на фантом лансере у которого более трех тысяч матч на данном персонаже 3000 матча вы просто представьте да и многие даже близко не подходят к этому число у него только на одном герое трикосыря это по моему заслуживаю и сразу отмечаем то что это топ-1 игрок под дота бафу на этом герое он на первом месте то есть ну по сути этот человек должен как никто другой знать этого героя и уметь им владеть так что сейчас больно должен утащить 1 vs 9 в любой ситуации должен как-то подстраивать билд под необходимый и правильно брать талант я думаю что у него будет чему получится кстати средний рейтинг игры около 5000 вверх несмотря на то что у него столько матча на лансере неправильно это выразится играет часто в обычных играх поэтому скажем так пробует разные билды интересно что он сегодня будет собирать давай наверно говорим о стартовом закупе купил на себе queen blade stone shield гусики и веточку а ну такой закуп в принципе в некоторых моментах оправданный но конечно можно закупить себе две скиперсы фигелите и докупите пмс в соседней лавке и топорик также купить чуть попозже да потому что лансер 63 урона он непосредственно это сделал только потому что он стоит в трипле в трипле это норм типа можно промашут не обязателен типа где есть два саппорта которые всегда рядом под север если что если вы играете в соло и у вас нет и полайн у вас нет двух саппортов то лучше наверное взять две агилки чтобы промашут прикупить себе для того чтобы не проседать на линии вот так да все абсолютно верно и докупать на себе ring of regent а из этого есть скажем так два таких out а из этого самого колечка он может себе приобрести либо доминатора что является достаточно интересным артефактом на фандом лансера бафать компрегент себя и команды иллюзий статы опять же хорошие плюс таки делать для себя тоже полезно но здесь у них есть тинкер поэтому вряд ли получится у него наверно лес здесь фармит не знаю поэтому также он может купить себе из этого колечка владимир то есть для чего наберется для просто более удобного лайнапа то есть какой-то реген 3 единицы в секунду у него 3 и 9 даже родной реген у него по двоечку и плюс от колечка двойка да да и плюс владимир очень популярный артефакт на этом герое очень часто покупают именно владимир хороший панцер один из самых тоже немногих стыдового героя в доте с самого начала учитывая то что это как бы керри герой но старта у него много армора больших и при ген двойка это в принципе много вот запас хитпоинтов тоже 720 вот на третьем левеле уже на прирост агилы и сил у него тоже очень неплохой кстати с колечком хороший очень реген тоже одна из причин почему можно купить себе колечко 4 регена очень много ну давай наверно разберем его способности по очереди каждый из них всего четыре скилла он первый скил спидит лэнс или проще говоря копье копье лансера кидает во врага копье после этого как копье достигает цели она то есть имеет такую анимацию полета достигает цели дамажит замедляет и вокруг этой цели который он дамажит появляется иллюзия фантом лансера которая носит 20 процентов от урона и получает дополнительный урон также урон по иллюзиям от этого скилла от первого 400 процентов то есть если ты кидаешь допустим вы люди террор блейда свой спирит лэнс то есть первая способность иллюзия зачастую просто сразу рассыпается вот то есть такая особенность иллюзий смант можно уничтожать и прочее собственно иллюзия которая появляется с этого скилла возле вражеского юнита она живет на протяжении двух четырех шести или восьми секунд это очень полезный фраг фраг скилл который может там сбивать даггеры или просто давать vision по героя в течение определенного времени в принципе по этой способности 7 секунд перезаря не с аганимом еще стоит отметить способность обладая дополнительным свойством скачки до отсколки со скиптором то есть ты кидаешь во врага свой спирит лэнс если допустим стоит рядом с этим героем 5 героев еще в радиусе сколько тут можно посмотреть через 600 в радиусе 400 точнее то он будет скакать по всеми и нам также будут создаваться миллион иллюзий и в принципе порой этот артефакт на фантом лансера то есть аганим очень даже прикольно смотрится но я кстати никогда не видел убирали но и скиптор я видел на высоких рейтингах вот был такой персонаж крит возможно все его знают но кто смотрит аналитику ошибок это игрок профессиональной командой вел джинниус играть на нас бортом часто он берет коров тоже вот и он на фантом ланцере именно покупал вторым третьим слотом аганим скитер потому что если посудить как бы ты можешь кинуть в крипа от этого крепаться хочет копье а как бы чтобы правильно понимали люди которые смотрят и не знаю как работает аганим это как тос баунти хантера сюрикен его который если враги с по треками грубо говоря он серген бх отскакивает то же самое и пл если враги в радиусе 400 просто да ну и плюс это дополнительная возможность для того чтобы быстро и создать много своих иллюзий причем они вот говорилось живут они достаточно долго по сравнению с 8 другими да а ну и давай на обсудим следующую способность диппель гангер очень классная способность раздваивается наш фантом ланцер помимо него появляется еще две иллюзии одна иллюзия наносит 20 процентов урона от самому фантом ланцера то есть а это нельзя будет наносить допустим от соточки 20 урона но не будет мало хп есть 3 иллюзия которая полностью повторяет хп ланцера то есть она плотная но не носит урона вообще и многие спросите по чё за бред почему две разные иллюзии ну как бы одна иллюзия который дамаж это просто дефолтная иллюзия фантом ланцера а вторая на хп ты можешь и байтить то есть вы заходите изначально в лобби тестите нажимаете диппель гангер допустим под вражеским фонтаном и смотрите какая иллюзия у вас живучие потом эту иллюзию выделяете и бинтить на определенную клавишу на подконтрольную группу добиваете если не в курсе про контрольную группу посмотрите для этнами по мы там этот момент затрагивали более подробно и и как собственно эту иллюзию реализовывать скажем файде допустим вас начинают бить вы раздваиваетесь потом просто нажимаете на ту кнопку на которую у вас забинжена именно толстая иллюзия и просто и уводите в сторону враги начинают любить и понимает что блин она рассыпается долго поэтому скорее всего это настоящий ланс и а тем временем вы вместе со своими остальными людям просто стоите на месте либо убегаете вообще другую сторону то есть выигрываете время раздваиваетесь это очень сильно помогает если вы научитесь это правильно делать да собственно перезарядка дюбельгангера 10 секунд на последнем давали стоит все 50 маны и лансер может преодолевать расстояние с помощью этой способности то есть слоу граунда подняться на хайграун либо обходить лидер текстурки на небольшие расстояния да можно также доджи всякие способности типа станов и так далее то есть вы нам если постараться договорись да если вы видите что у вас летит примеру какой мы станут там грубо говоря свена вы можете поражать по способности лансер не на большое время уходит в астрал то есть он вообще не уязвим в это время и как раз за это время можно и собственно говоря дождь способности причем очень много способностей можно доджи этим скиллом в том числе и такие сильные способности как а гор который против фантом мансера очень круто работают акс да да начинают крититься сыграть с критиком да давай сейчас договорим про способность о способностях и расскажем против кого хороший раз героя против кого плох временно и кстати т.п. мид попытка забрать некролита но тут без шансов по моему да и так 3 способность наша красивая способность это фантом рожда ну тут в принципе способность очень интересная которая бафнули в последнем почти 706 лансер получается на станции 600 700 800 или 900 в зависимости от левого начинает бежать на вражеского не то со скоростью 550 насколько мне известно вот с большим спидом и максимальная скорость до очень быстро а нет скорость передвижения прерывки в 800 до оказывается это прям реально очень быстро а и минимальная станет дровка 250 у вас есть определенный промежуток на котором вы будете делать рывок и при этом дается дополнительная ловкость на короткий промежуток времени дополнительно ловкость и на последнем ловле раскачки достигает 30 то есть по сути это целый я герлсон который стоит 3200 это я герлсон который собирается на бабочку стоит 3200 925 плотности нереально сильные статы для лансера вот собственно кстати диппельгангер и о чем не говорили мы с тобой он помимо того что он просто доджик и создает в иллюзии он еще все свои иллюзии которые созданы помимо диппельгангеров он собирает в кучу и в одно место именно с этой кучей уже прыгает со всеми иллюзиями своими он уходит в астрал потом уже приземляется скажем так и раздваивается до последняя способность джекста поз интересно из последняя способность название которое мало кто знает да да и не особо наверно нужно потому что способны в принципе пассивная вот и позволяет он по мастеру размножаться с дикой скоростью если разница сказать особенности способности то что он разваливается как ты сказал следующая особенность то что из иллюзий тоже может появиться иллюзия которая раздваивается вот мы сейчас видели когда фармилам грифов из каждой люди также может появиться еще одна иллюзия то есть такая геометрическая прогрессия появление урон иллюзий 16 процентов то есть в сумме мы создаем максимальный иллюзий 10 на последнем левеле раскачки и получается если скажем округлить то это не один сам по мансер бьет и целых три суммарно будет дэнджа на этих иллюзиях всех работают классно артефакт дефлюзал блэйт поэтому иллюзиях поэтому иллюзия стали пикать немножко реже ты как немножко наверно сейчас вообще этого героя не видишь очень сильно порезали раньше потом ластер был очень сильным очень давно его иллюзии жиле долго кстати он приобретает себе доминатор без артефакт ну да из колечка он забрал не стал сыграть я думаю а то скорее всего он купил себе доминатор только потому что во вражеской команде есть чем и в этот момент в это момент да он просто может одного из юмитов за контроль и при моей себе и использовать это приму и использовать чена видим что продумал очень круто фармит в лесу во первых у него был фри фарма на линии он это использовал а собрался доминатор я же бесплатно отрак просто причем он даже этого не видел он то есть тупо фармит и пробегает а тут сваркнул т.к. изифак да причем сорвался 3 400 монет 400 просто так с него прилетает круто несмотря на то что этого игрока 4000 матчей я бы хотел бы сделать такую 3000 матч на правочку в его билде не оставляйте тапок просто так все равно потешка будет статовой вначале ты фармишь много постоянно можно потешку обузить большему на пола будет и ты бьешь конечно быстрее но отживали на страну что он продержку не покупает себе а решу сразу рожить себе дефуза да скажи если ты покупаешь себе бутсов travel ты можешь в итоге потешку продать но она сильно будет так акупится то есть потом когда много статал дает все равно тем более он дерется со старта он участвует ну в киллах это прямо ставь наверно ну даже моя способности поговорили мы давай сейчас расскажем против кого хорош этот герой против кого плох антон лансер хорош против таких героев ну первое что приходит в голову самое наверно такие герои как в рейс кинг и в защиту из маны да да в рейс кинг очень нравится да ты во первых тоже стану вторых ты и твои иллюзии очень быстро желают роману в рейс кингу и соответственно как бы он не может переродиться без маны вот против него фаса очень неплохо этот герой против больше 8 ничтем мете постоянно выжигаешь огромный манкул то есть наносишь дополнительный урона диффузов снимаешь астрал диффузами ну и просто в принципе даже шо там против курсы тоже очень хороший герой и потому что там лансер кайти курс курса ничего не может сделать с помощью диффузов и иллюзий лансеру очень легко справляется курсой против сларка весьма неплохо потому что сларка нет точечного контроля да и вообще стана на станции ты старт начинает там как-то пытаться чтобы сделать нашему лансеру он просто нажимает второй скилл и получится как кайтит его во время ультимейта сларка потом мешает бить сларк просто не понимаешь вообще происходит то есть данных не может справляться со всеми делом также хорош против темп ларочки этот герой рефракшен быстро за счет опять же иллюзий сбивается и лансера довольно быстро с ней справляем это парка не может скажем так много цели одновременно несмотря на то что они есть все blade она не расконтролит правильно потому что лансер сразу моментально обступает героя и это было там ну может не понимать просто кого бить кто хорош против информация но первое что приходит в голову это конечно же свен потому что люди появляются появляются так и подходишь даешь одну тычку и минус все ну да свой нож абсолютно пофигу на лансера с вами действительность его просто испепеляет куту про также хорош шейкер против этого героя за счет своего ультимейта за счет своих ау я способности я очень быстро справляется со всеми иллюзиями да и в принципе шейкер на самом деле может с одной улице на ультимейта просто разбить лицо ластеру если там будет очень много иллюзий неплохо смотрится акс но опять же тут нужно просто пасть иначе на грамм попадаешь а грамм а греш фантом со своими и таргетом акс хорош в плане контроля то чтобы остановить этого герой несколько за время агро лансера убивает но там так сказать что примут акс прям круто его пинтрид нельзя так сказать потому что все равно тяжеловато акса играет против фанксер нам она берна постоянный а также против 20 хороши любые а у я скилой типа санкинга который копает большое количество в том числе и ультимейт нажимается на кинг свое потрясение эмбр спирит куча магического прокаста от которого или зима ментально засыпаются вес на остров собирается и сплэш молнии либо сплэш в бф а проходит также круто ну в принципе еще неплохо смотрится такой контроль массовый как элима то есть нажимается просто ковер и black hole проходит урон сразу становится видно где настоящий герой где люди потому что и люди моментально рассыпаются от такого количества дэмэджа ты него плюс он не может никуда уйти и даже если нажимать не хангангер скорее всего он просто будет ставить было колик так даже выйдет из него а также против было хороший тинкер с аганином так а грязь мансера возможно заберут да он только что плохо расконтролил людьми он иллюзиями бил зачем-то аксон наверно хотела маману забернуть но мы наберут частные люди порезан очень сильно и он просто спровоцировал его на срабатывание пассивной способности спасибо акса крутилка работала тройнее часто да ну можно сказать что кто хорош слансовый энергии в принципе любой хороший чем fight с ним стакается потому что лансер герой который после 20 минут уже может проявлять себя как хороший перегрой и на в лейт игре тоже ты знаешь нельзя наверно сказать кто с ним хорош можно отменять именно тимплей и игру а потому что лансер также может заниматься сплит пушем вполне страна лансер самое главное в игре за снова будете типа если у тебя нету преимущества то лансером очень тяжело играть вот примеру и сейчас у лансера все хорошо он первый панетворца он даже превосходит очень сильно всех по деньгам вот и самое главное это как раз преимущество вначале лучше всего не умирать и пытаться постоянно фармить не пропускать крипов пытаться даже кого-то может быть убить всегда мониторить карту иметь при себе может быть пашку словно говоря чтобы это бесплатно факт на какой-то линии урвать тот момент когда кто-нибудь из противников может начнет дайвить под вышку вот и это самое главное если ты идешь хорошо по фарму если у тебя хороший уровень и вот ты фармишь то лансер тогда может творить страшные вещи потому что если вы сейчас лансер на никто не остановит то остановить его уже будет просто невозможно он хорошо честно у болит у него реально очень много денег и ему сейчас главное не слить и это самое преимущество свое и тогда у него все будет хорошо он тогда может эту катку завести в соло ну кстати сейчас он собирается купить себе манту в принципе манта неплохо смотрится потому что во-первых сларк опять же начал привязывать нажал манту просто начал драться с ним а во-вторых можно грошить агараться мы просто манта напыла это двери жена и всякие противные способности от чена там с подконтрольных крипов всякие сетки станы тоже можно все это тоже сетки нельзя вытянуть дюблигангер насколько я знаю новом патче поэтому это будет нельзя круглосмотреться мы им что из иллюзий тоже появляются люди как уже это говорилось но собственно это как-то работает на этом практике а после появления манты скорее всего купить себе тревела чтобы спредить потому что пусть потенциал немножко проседает снесено всего две башни за 19 минут учитывая то что он купил себе номинатор странно что волка сейчас не забрал неужели ранжей потолок но я не знаю он помню ни разу еще не нажмал до метр за 19 минут игре оба у нас просто собрал но когда я не знал то есть не не скрипом ни с каким не бегает что очень странно то есть можно было хотя бы входа волка к себе взять урон повысить после манты провала копит себе после дрова скорее всего будет выходить сейчас там лайнеру делает очень красивый умов он видит на карте то что все враги на них в нижней части карты и он давит прямо за т3 и понимаешь что да можно братье это заняты хорошему а единственный минус у него нет телепорта помочь и сможешь вернуться кайф на год ошибка и сосу телепорта как ведешь сменить до ошибочка телепорту всегда иметь при себе там можно уже убить акса можно как-то некрофос и покоцать с ларка то есть он бы сделал бы минимум два кила еще за сейвил бы какого-то тинкера утинки родила просто печально у него только тревела рисовый ринг драгера еще 500 монет это уже 16 минут игры не понимаю почему динкер спокойно просто не чистит лес когда вансеров кушать не знаю как-то странновато все команда полная жопе на самом деле счет 816 в два раза превосходит светлая сторона но у ластера все прошут посмотрели на его натворство он фармит что сумасшедших просто я смотрю на его на форс и он от ближайший к нему это нейтролит но там разница в 2000 голды где с половиной даже круто круто притом что не кролит имеет убийство даже она попытка бичин да опять же кидается дефуза кидается копье в замедлении почти 80 90 процентов героев фактически стоит на месте и лансер просто разбирается с музыки кунду лансера 169 много говоря 170 белого урона аналогично это все и на иллюзиях ну да мы же просто нереально плюс от диффузы эффект пассивный набер до дабыл берешь великолепная руна для этого героя а ну теперь по ходу игры ему нужно придерживаться той тактики что умирать нельзя потому что с него получит нереальное количество денег и ему не нужно останавливаться в его фарме кстати акс выходит он видит акса и не нажимает на сумма то его и не видел на самом деле просто вводит иллюзию ту самую плотную иллюзию акс немножко потерялся изначально нажимает манту чтобы акс не нажал снова пол и просто преодолевает расстояние с помощью гиппли гангера все в принципе то отсюда можно уходить с этого кемпа потому что иллюзии добьют он начинает убить м этот кемп уже тоже можно в принципе оставить да он как раз таки не теряет эти лишние секунды а уже че ты посмотри уже 4000 недавно было 2 уже 4000 преимущество врага ли там команде просто герои которые не особо сильно форме таланцы буквально с каждым кемпом разбирается за секунды он оставляет просто на пол х в кемп и уже идет на другой параллельно фармит он шеи сам до фармит очень быстро микро немножко неполадочки были небольших и заработал есть и так преимущество на самом деле плюс 5000 и это вроде бы как бы немного но это как раз таки за счет лансера если пластера не было бы такого преимущества то у светлость светлая страна бы было реально сейчас на 10000 голды если бы не вот эти вот 4000 лансера это было бы раз 10000 преимущества но посмотрим чем это все закончится есть бабочка хочет хочет приобрести бабочку почему-то я не знаю довольно странно зачем ему здесь бабочку возможно передумает считаю что это артефакт немного не оправдан для данной стадии игры потому что от руки бед кто снар сларк только да и все ну в реке как бы особо много дэмидж обносит реки у них не фармит у него в принципе нет ничего она для машины тысячи нетворцы немножко скорее всего ему бы лучше подошла бы какая-нибудь тарасочка плотность для своих людей против акса тараска смотрится очень гораздо вообще я не знаю если он возьмет тараска то его здесь вообще никто не остановит я думаю что он придумает вряд ли он будет покупать себе бабочку потому что на лице и действительно не нужно ну вот явно не следующим слотом понятно что это статы для иллюзий это все круто но блин я не знаю когда против тебя жесткий из dd типа фантом кисленом туда конечно бабочка может зарешать потому что с вами цены может выпасть не крит а мисс ну как крит да прям сейв сейвом вода здесь либо скади либо бабочка два артефакта еще как вариант можно купить себе бкб но бкб на данной стадии игры для лансера мне кажется неоправданным потому что ну да ну и зима на немного дает по сути по сути если он покупает себе тараску то он будет практически бессмертным его убить нереально у них не вражеской команды не столько деможи чтобы справиться знаешь украине сна и вот останавливает остановила бы возможно как-то от покупки тараски это микрофоз который как бы частично и даже контрите нужно просто дождаться половины хп то есть акса горит ты там бьешь догон не догон что-нибудь как доживаешь потом кидаешь косу вот это раз как сожалению не поможет но опять же хп у тебя будет примерно на тысячу больше да и учитывая то что только как быстро сейчас заедине тараска по импульсану в секунду вам задолжить буквально на несколько секунд и возвращаешься по эту же флол и посмотрим что он приобретет линки сферу можно было бы еще привезть приобрести в теории от вультирация отказ и чтоб уж совсем быть бессмертным но линии сфера не даст так много бусто чем как тараска у нас от бабочки он подумал наверное что все таки урона не хватает команде буду я выходить такой дэм из чистоты более ориентировочно ими плоткость на плотность на плотность на ломкость только не графа замахнулся он тут же можно кстати как неудачно и да да но это работал микрофон просто не понимаете настоятельно аккуратно и потому что могут можно сейчас учить а у на поезд я косвальность карты пропал тараска сейчас собирается без рецепта она дает еще больше хитпоинтов 2 2 витальди бустра сборки тарасочки она стала стоить дешевле из-за того что ривер стал стоить три тысячи три тысячи двести и акции начинает агрессировать ну вот стараться конечно сейчас бы он жил бы долго жил бы проблема кинкеру видимо сейчас умрет нет выживает молодец выживает молодец продолжает помните у остается буквально тысяча девять девятьсот даже вы на спорте бак нереально быстро фармит если посмотрим над ворс уже восемнадцать тысяч пятьсот над ворсов то время как у некраску вас и 13500 и некраску с ближайших ну вот единственное чего не понимая действительно это то что он собрал доминатор и и он вообще не пользуется то есть ну я не знаю бы мог рассказать собой какой-нибудь кентара какого-нибудь либо сатира либо волка прицепить себе для дэмэджа ну то есть очень плохо контролите доминатором только из-за этого не хотите хорошо сбил даггер акцию сразу иллюзии а кстати потратил свои скиллы можно пойти на мульта новую сделать не знал трудно понять на самом деле доминатором нужно призвать и давать взгляд не отсюда уйдет и уйдет слишком много даже просто его часто замечал что крип от доминатора это ведь не только там просто суммон который может бить который может скиллы нажимать и навыр давать это реально ходячий вард которым ты можешь фармить допустим вражескую половину карты и давать себе вижу чтобы какой-то акс не ворвался у вас есть скан у вас есть крип и вы просто на одну сторону и зайти ска на другую зайти припай забирайте двери штук пачки да ну тут конечно да он все грейданул диффуза уже есть деньги на бабочку осталось только пойду он скрещен просто пешков сам нажмите все можно заезжать диппельгангер отойти чуть-чуть иллюзии сами разберутся ведь из иллюзии появляются также иллюзии он там троятся просто двоятся до ланцев конечно держит на плаву свою команду причем очень сильно преимущество всего лишь 5000 жил ты показывается но ведь если бы не преимущество ланцера уже было бы тысяч 1112 на просто посмотреть не масло ты очень круто фармить бабочка манта вторые уже диффуза доминатор травула и артефакт на тараску это все 28 минут собирает тараску и как бы с тараской с бабочкой он может просто идти но стопом просто все нести на своем пути после тараски вот как что можно собирать я бы наверно собрал бы сказать сказать да отличный артефакт для новая позволяют цеплять потому что замедление есть хорошее замедление причем синергии с диффузами это круто тем более сейчас сказе это не уникальный модификатор атаки его можно сочетать там со всякими изоляторами мамами не знаю потом они хочется еще отметить то что фотому лайнсеру покупают блин даггер то есть если вы увидели что играют онлайн серы у него есть миндает это нормально но это не это ненормально когда блин даггер появляется после тапка понятное дело вон а нужно собрать хотя бы манту и диффуза диффуза манты да вот после диффузов и манты часто бывает что покупают себе блин даггер это очень крутая мобильная почему не как вас наглеет почему наглеет а почему не прожимает туда а тут еще один диффуза есть он не ведет ну да не ведет отсюда просто 700 голды за стрик поднимает 800 879 почти 900 голды 900 даже знаешь что не стране с привет талант его да посмотрим каратина давай давай подвал там пробежимся 10 20 скорости атаки и 75 крону от spirit land spirit лэнс первый скилл если вы идете через за гоним вам захотелось вам понравилось это то можно взять талант на 75 крону хорошо да 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 молодец если вы собираетесь идти учить загоним то конечно надо 2 талант 75 крон у нас перед лэнс если вы не идете через бесплатного лансера то конечно первый скил первый план 20 скорости атаки а следующий 15 8 ко всем атрибутам и 15 перезарядки способности тут я думаю все понятно потому что реактивные способности которые так удалится немного нас процентов сильно роли не сыграют следующий момент 15 уклонению либо 15 сопротивлению магии если против вас допустим какие-то физушники топ миссы берем но тут он вышел в бабочку на самом деле это даже не знаю я никогда просто не веру талант на 15 процентов сопротивления потому что он слишком слабый ну вот тем более на такой же славы можно купить плату и будет такой же эффект 15 процентов весов будут получилась и очень сообщили он может ходить и хоть под фонтан хотя опять же физушников вражеской команде особо таких нет ни свена не фантом и джаггера никого где-то таки она видимо привык брать волнению поэтому он взял так ну частично я с ним согласен следующие 600 дальности фантом раж это пассивная способность на бег врагу то есть вы грубо говоря можете взять эту способность за полторы тысячи рейнджи это длиннее чем клуб пуджа вы будете начинать разбегаться на героя со смысл спидом 800 на дистанции полка это тоже прикольно очень много да и мне более чем прикольно наверно для красиво наверно смотрится на не знаю когда будет в игре то есть ну второй талант просто 20 ксили который делает у вас плотнее делали иллюзий плотнее 20 леда у него уже 3700 к敦 Herl ему вообще чисто Nachrosk и всё он уже сможет в соляного строка просто слова этом он доминатор еще и это сумке не слот что и categоворный что он который уже пора продавать он сейчас aprender допустим какие-то скади у него будет уже больше 4 тысячи но я хорошо мы пойдем западом договор акса просто пытается драться с пятью персонажами вражеским им нужно паре гениться тут же у него по хп стараться бедные дерутся с иллюзиями пытаются справиться немножко остырялся не понял куда ему идти западаться и цепляют сладко успеет ли уйти прям на крополях уходит на встретил успевает на поднимается углы не просто уходить на графике в общей ценности у него преимущество в 10000 над некрофосом который занимает вторую строчку на карте и он и творится блин как у сладко некрофосов сумме забираем но сейчас мы не знаем тут нужно отойти потому что монам по идее кончается потихоньку хотя он отвел лишнюю иллюзию как раз таки ту самую плотную иллюзию я ничего не подозревая начали файтится с июзи мять оказался настоящий ланцер в том числе не является зам опять попадает фен просто он его пейтит в этой игре раз мужчина убил раза четыре наверное или пять да несмотря на то что он бьет героев но никто же не знает где настоящий ланцер и он в это время просто регенится с пол хп тоже до филов снова пока он забирал чем следующим артефактом он выбирает себе и писал ну тут я не совсем уверен потому что мы видим как он проседает по мане неплохо было бы конечно еще хит-поинтов по сути вангвард это конечно хорошо но опять же от руки мало кто бьет тараски я думаю что вполне хватает аскадином будет еще и замедление и заново ли лайфу лодки он не хочет занялся точно осталось развел сейчас некролита отвел иллюзию в сторону некролит потратила тарел blade на эту иллюзию просто развел красиво сделано хорошо сыграно вот только чтоб работа пассивки нам показала как работает пассивка он резко разбежался микрофлоса микрофлос блинганулся но пассивка все равно работал и он до разводил и реки тоже как только так надо играть залу и ты не понимает где настоящий потому что 5 иллюзии редфликлика из них настоящее бог знает тем более одно иначе контролит как обманывая ой акт запрыгнул и запрыгнул в туману поставил рубик который он же сворвал улитма интересно конечно сильно и снова убить легкий фраг это чем иначе попадает сажал только что некрофоса диффуза есть но нажимать у них конечно уже не будет все просто можно нести от можно проигнорировать чуть покрыть не дождаться блэйд мэйла и вот он снесенных бараков убить а насчет ваша опять вернемся к этому разговору и день на самом деле скептичную жопушку за краса на пыль и мужа вот хорошо опять опять доджут агарс ну видно что в 3000 матчей то не просто пустые разговоры игра затягивается же на 35 минуту и поел сейчас может просто творить с врагами все что не воздумается коротку сиков на пушку отлично сыграл да не хватает единственная проблема приходится же амелькин с ленкин сфера вы полностью решила в эту проблему ну да либо линка либо скаде что-то из этого скади тоже дают энту и причем много 25 интеллекта 25 силы 25 ловкости и 250 чакмана плюс замедляет атаку врагов и замедляет 35 процентов передвижения все пора хотите под фонтан добрый вечер бону его фонтан вообще не пробивается с талантом на весы из лавочкой тоннелизии не добивая вас виду вообще дефуза жалко закончить и такими как ты продаешь старый дефуза покупаешь новый кстати вот он это и сделал продал стал любит за и вот новые чтобы обновить заряды можно даже их тут же часа путь хотя он наверно не хочет тратить потратите заряда каком и передано он купил себе ген и выложил башек продавал он стандоменатор которую не нужно и просто под фонтаном стоит и висит и зовут такая вот машина для убийства этот фантом лансер а кто что ему противопоставят нет никакого контроля мы из массовых скилов только колу акса как ос да ловить нечем цеплять нечем один акс не справляется уже с таким вальсером уж сильно заснул болел в этой игре пошло то имущество а собирал на карту но если вы сбегли что против вас герои которые не могут выбивать lancer то вы берете выбирать да самое главное опять же чтобы на линии не было никаких проблем чтобы вы формили у вас были саппорт на линии главное за старались начали если он просто с дыминта стоял по фонтану да а закупая себе мангусы он снова флова на он походу не хочет уходить с фонтана вообще абсолютно воплое теплое пригретое место стараться кулдаунице всего пять минут если вражеские 5 секунд если вам вас вас вражеский герой ударит потошли просто с файта с дикой гангерами они готовы скорее всего тоже пришел конец джинджи трону пришел конец если вам понравился этот край ставьте лайки обязательно поделитесь с видосиком социальные сети сделайте репост этого видео давайте пустите видео на просмотр и спасибо всем пока пока